Как в буквальном смысле увидеть потери в потоке создания ценности? Как создать карту потока создания потребительской ценности? Какие ключевые показатели анализируются при картировании потока создания потребительской ценности? Какие виды карт потока бывают? Сегодня поговорим об одном из основополагающих инструментов везливого производства в карте потока создания потребительской ценности. Так что посмотрите это видео до самого конца. Всем Лина, меня зовут Сергей Лити, я эксперт по бережливому производству. Прошу вас поддержать развитие канала ЛитиПро, это очень просто. Подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы быть в курсе новинок. Поставьте лайк и сделайте репост этому видео, если оно вам понравится. Спасибо! Основатель производства системы Toyota Toyota Ono утверждал, Все, чем мы занимаемся, это следим за временем между размещением заказа потребителем и получением денег за выполненную работу. Мы сокращаем этот промежуток времени, устраняя потери, которые не добавляют ценности. Если выявление и сокращение времени, не создающей ценность, основная задача бережливого производства, то необходим инструмент для анализа времени. И такой инструмент есть. Это картирование потока создания потребительской ценности. Практически в любой книге по бережливому производству вы найдете отсылку к картированию потока. Вот тут у меня под рукой оказались несколько прочитанных мной книг по теме. Во всех из них есть упоминания о картировании. Если говорить о более четком описании методологии, то я могу рекомендовать книгу Майка Роттера и Джона Шука «Учитесь видеть бизнес-процессы», где очень подробно описан порядок создания карты потока создания ценности. Обязательно к прочтению. Карта потока создания потребительской ценности – диаграмма, описывающая все операции и состояния, имеющиеся в процессе создания определенного продукта, работы или услуги. Как всегда, если говорить об опыте картирования, то у меня есть некоторые методологические особенности, а также, как и у многих других специалистов, которые давно этим занимаются. Если упускать саму организацию проекта по Лин 6 Сигма, то при непосредственном создании карты потока я делал 7 шагов. Это 1. Определение продуктового потока для картирования. 2. Разработка шаблонов описания объектов картирования. 3. Создание базовой карты потока. 4. Утверждение листов наблюдения. 5. Проведение наблюдений и сбор данных. 6. Внесение данных и анализ. 7. Построение целевой карты потока создания ценностей. В рамках данного видео я не смогу очень-очень подробно рассказать о методологии картирования. Это тема отдельного большого мастер-класса. И если вы в чем-то захотите разобраться подробнее, то напишите вопрос в комментариях или в телеграм-канале ЛитиПро, я обязательно отвечу. Тем не менее, я расскажу про каждый из шагов. Шаг номер 1. Определение продуктового потока для картирования. Начну с ошибки, которые иногда встречаются при старте картирования. Это попытка построить карту по предприятию, подразделению и конкретной должности. Невозможно построить карту потока завода, отдела снабжения или оператора фрезерных станков с ЧПУ. Вероятно, попытка построить карту потока по организационной единице происходит из-за того, что ее часто путают с фотографией рабочего дня. Это совершенно разные документы, решающие разные задачи. Также не следует путать карту потока создания ценностей с технико-нормировочными картами, картами технологического процесса, маршрутными картами техпроцесса и тому подобное. Для картирования выбирается именно поток. Или иначе можно сказать, что процесс по созданию конкретного продукта, выполнение определенного типа работ или оказания услуг. Можно построить карту потока создания ценностей, например, производства определенного типа металлоконструкций, строительства земляного полотна, формирование бухгалтерской отчетности, проведение коротажа нефтяных скважин. Что же делать, если компания выпускает множество продуктов или выполняет значительный перечень работы и услуг? Нужно ли картировать все возможные продуктовые потоки? Наверное, это неплохо, проанализировать все потоки по всем видам продукции. И при этом это очень трудозатратно, ну и по моему мнению не имеет особого практического смысла. Картирование это не нормирование. Оно необходимо, чтобы выявить потери и найти узкие места. Поэтому достаточно прокартировать определенные виды продуктов или семейства продуктов, чтобы понять, какие потери есть в потоке в целом. Я рекомендую выбирать объекты картины по двум возможным признакам. Первое. Определить наиболее массовые продукты, так как потери в такого рода потоках масштабируются. Второе. Проанализировать самые сложные, проблемные продукты, предполагая, что потери проявляются наиболее ярко именно при производстве такого рода продуктов. Наиболее предпочтительный именно второй подход. В некоторых случаях необходимо определить не только конкретный поток по созданию продукта, но и размер партии, для того, чтобы полученные данные измерения были сопоставимы. Например, в одном случае было отслежено производство 5 тонн продукции, а в другом 20 тонн. При таком подходе данные измерения могут не совпадать. Особое значение это имеет в недискретном производстве. Шаг номер два. Разработка шаблонов описания объектов картирования. Так как карта потока состоит из операций и состояния, то в самом начале я рекомендую командам договориться, какую информацию она будет собирать по отдельным операциям и состояниям. Именно шаблон описания объектов картирования определяет перечень аналитической информации, которую команда должна собрать. Одним из обязательных объектов картирования является операция. Это минимальная информация, которая отражается на карте. Операция обозначается прямоугольником. В минимальном виде шаблон описания операции содержит лишь название операции. Дальше уровень аналитики можно расширять, например, добавить количество операторов, время операции, время цикла, размер брака на операции, коэффициент полезного времени оборудования, доступное время, ну и прочие аналитические данные. Такие шаблоны можно сделать по состояниям, которых я ввляю четыре. Это ожидание, перемещение людей, транспортировка и погрузочно-разгрузочная работа. Хотел бы обратить ваше внимание, что перемещение людей между операциями, транспортировка и именно погрузочно-разгрузочная работа не отражаются как отдельные операции в карте потока создания ценностей. Перемещение обозначается стрелкой или объемной стрелкой, остановка потока треугольником, а это любое прерывание, когда одна операция закончилась, а другая еще не началась. Шаблоны могут отражать, например, время, способ транспортировки, расстояние, объем перемещаемого или хранимого, ну и тому подобное. Также команда может выбрать шаблоны для описания, например, бумажных документов, электронных документов, проблем, ну или иначе кайдзен фокусов, способов транспортировки, методов перемещения фифа или лифа, канбанов или супермаркетов, ну и тому подобное. У меня к вам просьба поддержать канал ЛитиПро. Для этого подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе новинок, поставьте лайк и сделайте репосты этому видео. Спасибо! Шаг номер три. Создание базовой карты потока. Базовая карта – это диаграмма потока без внесения в нее данных. Она отражает общую логику хода процесса. После построения базовой карты команда должна однозначно понять, что предстоит отслеживать. Сама форма карты может отличаться. Здесь часто встречается творческое переосмысление классики. Форма может быть, например, такой. Она обозначает ход потока в целом. Все чаще команды, с которыми я работаю, используют форму, которая называется «дорожки бассейна». Диаграмма разделена на зоны ответственности той или иной организационной единицы. Например, это заготовительный цех, сборочно-сварочный цех, ну и так далее. Небольшая ремарка. Я настоятельно рекомендую делать карту потока аналоговой, с использованием стикеров, листов формата А0 или рулонов обоев, если вы сторонники масштабного описания фломастеров и прочих атрибутов аналогового мира. На фотографии я как раз рядом с рабочей картой потока на одном из проектов. Как видите, все аналоговое. Такой подход гораздо проще. Он формирует единое поле для работы всей команды. Как правило, электронный форум возникает уже позже, для того, чтобы сохранять данные по анализу, используя в дальнейшем для презентации и т.п. Шаг номер 4. Утверждение листов наблюдения. Исходя из шаблонов описания объектов картирования базовой карты, команде необходимо подумать, как будет собираться информация по интересующим ее аналитическим разрезам. Крайне рискованно агрегировать информацию на основании записей участников наблюдения, которые вносили данные, ну как сошли удобно, там в блокнотах, на листах, на случайных записях. Поэтому создайте единые формы, которые потом будет легко обрабатывать. Например, я часто делаю обработчик Microsoft Excel, как наиболее доступным средством для сбора и обработки данных на предприятии. Шаг номер 5. Проведение наблюдения и сбора данных. Чем больше замеров будет произведено, тем более информативной и достоверной будет карта текущего состояния потока создания потребительской ценности. Рекомендуется проводить не менее 7 замеров полных производственных циклов. При проведении замеров могут возникать сложности. Например, когда сам производственный цикл продолжительный и может составлять несколько месяцев. Часто сложности возникают при картировании по заказанным методам производства или там, где существует множество альтернатив технологических маршрутов. Будет ссылка на видео про картирование многовариантного потока. Посмотрите его. Напишите в комментариях, какие трудности возникают у вас при картировании. Обсудим. При сборе данных для выявления потерь на перемещение и транспортировку часто используются диаграммы спагетти, статистические данные, полученные ранее. Используются все возможные источники данных для осмысления организации потока создания ценности. Не только наблюдения. Шаг номер 6. Внесение данных и анализ. Если вы, используя единые листы наблюдения, осознанно, структурированно собирали данные, то внесение отработанных значений в базовую карту не составляет особого труда. Именно на этом этапе возникает один из ключевых аналитических моментов в карте. Это шкала времени, которая располагается под диаграммой потока. Именно на ней отражается время, создающее и не создающее ценность. Именно на ней мы буквально видим потери. Время, создающее ценность, может быть как сверху относительно линии времени, так и ниже. Это отдаётся на выбор команде. Также в рамках анализа данных можно вывести иные агрегированные данные. Например, время производственного цикла. Время, необходимое для выпуска изделия или партии. Важнейшие скоростные характеристики, такие как время такта и время цикла, позволяющие найти узкое место. Коэффициент эффективности потока. Определяющий отношение времени, создающей ценность, к времени всех операций и состояний. Уровень дефектности потока. Производительность. Проблемы или кайдзенфокусы, которые обозначаются на карте в форме таких вспышек. Производственную мощность и другие собранные данные. Шаг номер семь. Построение целевой карты потока создания потребительской ценности. Многие команды, построив карту текущего состояния потока создания ценности, останавливаются. Чего делать нельзя. Важнейшим результатом картирования является карта будущего состояния. Это модель или концепция, которой стремится команда в рамках процесса улучшения. Карта будущего состояния может быть несколько. Целевая карта отражает максимально оптимизированное состояние потока. При этом могут быть созданы переходные модели карты потока, которые описывают процесс трансформации. Картирование потока создания потребительской ценности – важнейший инструмент командной работы по улучшению потока. Поэтому обязательно делайте его. Поставьте лайк этому видео, сделайте его репост. А на сегодня это все. Вы лучшая аудитория. Всем Лина. Увидимся.